Смотрите на пороге, каких событий вы стоите. Ждала, ждала и дождалась. Здесь может быть такая... Давайте все-таки будем рассматривать подную картину сегодня. Будем добавлять и по ходу будем комбинировать вашу историю. Итак, первая позиция – это женщина, которая ждала, дождала своего принца, своего мужчину. А для кого-то на пороге события, когда вы поймете, наконец-то небеса меня услышит. Я получила повышение. Я наконец-то освобождаюсь от каких-то дел, какой-то рутины. И сегодня я чувствую себя превосходно. Закончились споры, закончились бои, закончились выяснения обстоятельств. Понимаете, здесь первая позиция, словно мы до сегодняшнего момента, да, пребывали, ну, прямо в какой-то войне. Может быть, у вас действительно происходили споры, которые вам надо было именно выиграть, и вы их выиграете. Отношения, которые были нестабильны, нездоровы, конфликтны. И вы будете понимать, что вы эти отношения все-таки вынулили, да, вы являетесь для себя в ближайшее время тем человеком, той женщиной, которая чувствует себя поврежденной. Которая взяла свой приз, которая получила тот бонус, который она хотела получить от отношений. Давайте вот здесь тоже проясним еще такой момент. Это не обязательно, что вы сказали, я уйду, и я ушла. Нет, может быть, вы своего партнера в спорах, да, вот в этой такой не очень, может быть, хорошей динамики ввели к тому, чтобы получить свое. И он, да, вы будете понимать, я свое получила. Я себя чувствую сейчас на коне, да, как говорится. Я себя чувствую королеву. Для очень многих людей это, опять же, история будет того, когда такие события на пороге, как... Вот вы взялись такое прям хорошее, грандиозное продвижение просто в жизни, да. Может быть, появится такая энергия, которая вас поведет, 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 и вы будете понимать, что вас вообще не остановить. Вы будете видеть свою цель, чувствовать свое превосходство. Может быть, вы получите знания, которые вас поднимут и которые вам дадут скачок вверх. Мне интересно. Ага, вот смотрите, здесь, да, у нас человек может уйти даже на отдых. Вот опять же, да, с событием. То есть, смотрите, как интересно, во-первых, позиции сейчас все получают. Я понимаю, что все, что я планировала сделать, я сделала, я выполнила в свой результат. Вот, здесь моя девочка, которая мне так понравилась, да, то, что я недавно вам выложила, да, девочка моя любительная. И вот девочка, которая смотрит первые твои, все она понимает, она ресурсна, она все выполнила, она чувствуется уверенно. Мужчина, да, у нас тут появился, которого вы ждали, либо пришел просто новый человек в вашу жизнь. И он вот такой интересный, он такой умный, он такой красивый, да, он из той породы мужчин, за которым хочется идти, которого хочется слушать. И вы словно понимаете, о да, именно такой мне тут нужен. Но за всеми этими событиями приходит еще и время, когда я могу отдохнуть, когда я могу подумать, когда у некоторых, да, отдохнуть, это у нас друг, подумать вообще о том, что мы делаем дальше. Захочется успокоиться, вы словно чего-то добились, получили. И при этом данные события также дадут вам возможность такую поддохнуть. Когда уже, вот, у вас по этим другим картам, словно, перед этим какая-то была борьба, суета, да, неразберение, суматоха. Ну, у нас такой сейчас и мир, и жизнь такая, когда мы все сумасшедшие, динамики просто. А сейчас все, я хочу отдохнуть, меня не трогайте. Может быть, у кого-то это будет курорт, может быть, у кого-то это будет время на подумать о дальнейших планах, да, просто остановить свои эмоции. Кто-то, может быть, будет здесь медитировать, общаться в каких-то таких сферах. Но сами события для вас будут очень хорошие. Мне кажется, единичка сейчас придет в тот момент, когда действительно вам надо будет отдохнуть. Когда вы все свои ламы возьмете и захотите уже отдохнуть. Как-то вот так, девочки. Простите, чуть остановила видео, протерла камеру, такое ощущение, что как-то туманно. События мы рассмотрели, все прекрасно, да, то есть с любой стороны, с какой ни подойди, мужчина идет, или ваши дела делаются, решаются, отдохнуть, или мы едем, да, потому что все, мы молодцы, мы все сделали, мы отдых заслужили. События, события хорошие, для чего? Давайте теперь посмотрим, для чего они идут в вашу жизнь. Давайте потусуем прямо коротко, для чего они идут в вашу жизнь. Опачки, вот он у нас идет, вот он у нас и пришел, хорошие мои, понимаете, идет контакт, идет поддержка к вам, да, то есть, опять же идет рассматривать, но я почему-то думаю, что здесь у нас придет, скорее всего, не, именно, не человек для работы, как компаньон, но для некоторых может быть и так, все-таки это общий расклад, и мы с вами понимаем, что мы не смотрим какую-то одну линию, да, сейчас. Мы рассматриваем в разных направлениях. Итак, для чего данные события идут? А для того, чтобы вы почувствовали поддержку, будет, словно, в вашей жизни сейчас все происходить так, когда вы можете почувствовать себя вот этой маленькой девочкой, счастливой, таким вот, не знаю, цветочком, такой крошечкой, за которой будет ухаживание. Вы получите объеху, вы получите заботу, события, которые идут в вашу жизнь, они идут в вашу поддержку. Это могут развиваться отношения. Для меня это всегда, что церковь кубков, это всегда компетентный букетный период. Это когда чувства, это когда бабочки, это когда все приятно, это когда розовые очки, когда женщина может быть даже ошарашена тем, что происходит в ее жизни. Если у кого-то происходят такие ситуации, вы связаны в работе, где вы, собственно, себя решили, да, и все окей, вы вышли из каких-то спорных ситуаций, отлично, вы понимаете, что вы в работе на ура, вы молодец, вы достигаете, вы трудитесь, вы идете, то может еще прийти и компаньон. Понимаете, может прийти и компаньон. Для тех, кто выиграл, либо участвовал в каких-то спорах, может произойти такой момент, когда у вас будет, к примеру, мировое соглашение, да, когда вы сможете договориться с каким-то человеком, а может быть, и не в рамках суда, а может быть, досудебно, бывает поражено. Из чего еще идут, вот вы посмотрите, договоренности, договоренности, договоренности. Словно можно открыть уже одну карту и прочитать полностью по одной карте весь расклад, насколько карты вас любят, насколько они для вас работают. События вам дают моногранность. Развивайтесь, сотрудничайте, заключайте новые проекты, участвуйте в своих событиях, планируйте, вы над чем-то хотите подумать? Подумайте, сделайте, купите, приобретите. Вы думаете, как вам отдохнуть? У вас будет возможность обсуждить, может быть, вы в компании что-то надумаете, а может быть, у вас возреет какой-то новый проект, новая работа. Появятся люди, которые что-то вам смогут предложить. Здесь будут какие-то советы. Слушайте и обращайте внимание на советы, которые вам приходят извне, от людей, да, во сне. Слушайте, помимо всего, свою интуицию. Потому что здесь, девочки, кто-то может дойти до серьезных отношений, до брака, кто-то может дойти, помимо всего, и... Так, сейчас отключу, у меня пошел шум, отключила, прям аж такой появился шум, прям аж мотор работает, цинамика, идет все отлично, да. Итак, то есть, для чего в вашу жизнь входят, да, вот такие события, которые стоят на пороге. Девочки, готовимся, готовимся к отношениям, к бизнес-планам, к отдыху, к каким-то проектам. Здесь что-то будет срастаться, вы понимаете. Словно, у вас было, даже если мы рассматриваем тему финансового в сегодняшний момент, финансы, работа, да, тему дел. Потому что все-таки карты, которые нам говорят о делах, о материальном, их самих по себе идут больше. Пускай они у нас разные, да, но смотрите, опять же, как интересно все сложилось. Не могу на это не обратить ваше внимание. Жезлы, мечи, кубки и пентакли. Абсолютно, да, четыре разные сферы. Но если мы эти сферы делим, то у нас есть сферы, которые говорят именно о динамике, о действиях, да, жезлы и мечи, они у нас легли рядом, и пентакли с кубками тоже легли рядом. Так интересно, как-то у вас все везде сложно будет закручиваться. Здесь какие-то девочки, такие шаманки прямо, которые там что-то так к себе закрутили, захотели, и у них все идет, у них все получается, двигают, прямо движутся. Поэтому, думаем, как отдохнуть, отдохнуть и еще как, и может быть в компании. Может быть, что-то вы купите, эти события будут этому способствовать. Отношения будут развиваться для тех, кто встречает своего мужчину. Может быть, вы договаривались о встрече, вы живете по разным городам, по разным странам. А может быть, это было какое-то знакомство по интернету, да, и вы не могли увидеться. Отлично, вы увидитесь, вы пообщаетесь, вы что-то для себя запланируете. Ой, прям вот вообще, вообще, вообще я очень-очень рада. Здесь и компаньоны могут появиться новые, и расширение предприятий, обсуждение бизнес-планов. Вот, очень, но, но, думаем, думаем абсолютно обо всем, да. То есть, если вы сейчас посмотрите, девочка, которая хотела бы что-то улучшить в своем бизнесе, пожалуйста, очень внимательно думайте. Три мяча, да, у нас склоняются по четверочке мячей. Думайте, здесь у нас идет троечка, то есть, думайте о партнерах. Думайте о том, что вам могут предлагать. Думайте очень хорошо о том, что... Что вам, может быть, предложено. Почему? Потому что что-то вы можете чуть-чуть не углядеть, да. А вот где-то все-таки не вам дадут, да, по итогу, данные события. Что они вам дадут? Давайте посмотрим еще вот такой момент. Вот захотелось карту выложить, и мы ее выложим. Итак, что на пороге мы понимаем, для чего мы понимаем, но все-таки тут как-то вы будете думать. Идти, не идти, доверять, не доверять человеку, отношениям, партнеру. Может быть, вам на что-то будет не хватать денег. Но что я вам хочу сказать. Как бы ни было, все равно у вас начинается такой процесс, когда... И новые отношения, да. Может быть, старые отношения заиграют каким-то новым кончатом. Не надо. Такое тоже возможно. Нет. Когда вы будете получать какую-то помощь. Потому что все-таки события, которые у вас на пороге, они дают вам как раздумья, да, так и какое-то освобождение. Когда не хочу уже, например, там, думать о каких-то хлопотах, да, заботах. Все. Я хочу отдыхать, я хочу идти навстречу чувствам, общениям, каким-то встречам. Я готова во что-то вкладываться, да. Возможно, я еще не все знаю, но я рискну. Давайте еще посмотрим, что эти события вам дадут. Что-то вас вот во всей этой ситуации, да, чуть-чуть, ну, вот, огорчит, понимаете. А почему? Давайте уточним. А почему? Словно, мне надо будет куда-то дальше двигаться, да, а история, может быть, с бывшим мужчиной, либо с мужчиной, который у вас есть на сегодняшний момент, да, отношения к этому. Неинтересно. Они вас чуть-чуть будут тормозить, огорчать. Нет, не будут. То есть, по большей части, вот, будет такая ситуация, когда я боюсь оторваться от старого. Нет. И пойти в новое. Я только рада, вы что? На этот момент обратите внимание, не бойтесь. Все достаточно хорошо. Отлично. Подумайте, вы все сможете, вы все сделаете. Пусть гуляет вальсом. Уберите страх. Только пусть не появляется. Уберите страх. Разрешите события. Да, вообще легко. Разрешите себе быть, быть другой, ехать, развиваться, наслаждаться. Потому что тут какие-то могут произойти такие моменты ключевые, которые... Вы знаете, вы их не ждали, а они идут. И они идут быстро. Ну, давайте. Они живо сейчас. Вы все равно не остановите. Эти процессы, они наступают. Итак, вот такая была первая позиция. Давайте пересматриваем.